Тема уборки сегодня одна из главных на совещании с управляющими компаниями. Апрель объявлен месячником по благоустройству. На 3, 4, 17 и 18 числа в городе назначены субботники. Напомню, что 18 апреля будет общеобластной субботник. Депутаты будут убираться, все правительство будет принимать участие. Общеобластной субботник должен стать завершающим штрихом, а до этого времени коммунальщики обязаны привести свои территории в порядок. Максим Копылов, замруководитель администрации, зачитывает нормативы по содержанию территории. По 191-му федеральному закону и утверждены министерством ЖКХ. Уборка придомовых территорий от мусора. Удаление порослей из самовозведенных жителями домов ограждений полисадников. Все понимаете, о чем идет речь здесь, да? Вот этот мусор, бытовой мусор, какой-то строительный, там шифер, листы, мы это сейчас все увидим. Удаление незаконно установленных блокираторов и цепей. Если нужна необходимость, у нас сейчас смена руководства в полиции, подключайте активно УВД. Возле каждого подъезда должна стоять урна. Это требование в городе выполнено лишь на 20%. А штраф за отсутствие, замечает представитель Госадомтехнадзора, от 50 до 150 тысяч рублей. Одиночные игровые формы, например, качели, карусели, должны быть в хорошем состоянии. Спилен сухостой возле домов, проведен косметический ремонт фасадов, посажены клумбы, а дороги очищены от песка и смета. Демонстрируются слайды объезда города представителями УГХ. На фотографиях видно, до идеального состояния дворам далеко. Весь мусор разлетается. Следующий слайд. Если вы вовремя не приведете в соответствии график вывоза мусора, я закреплю за вами вот эту территорию. Потому что весь мусор с вашей площадки разлетается по всей площади. На втором совещании городские предприниматели также просматривают слайды. Их упущение – это в основном вовремя невывозимый мусор. Надписи на фасадах – обилие несанкционированной рекламы. Обязаны заключать договора на вывоз мусора с подрядными мусоровозящими организациями и физическими лицами, имеющими договорные отношения. С просьбой составить список подвалов приходит и на совещание к коммунальщикам и к предпринимателям сотрудник МЧС. Первое – закрытие подвалов у чердаков. Это обязательно в течение этого месяца вы должны держать на контроле, что на всех чердачных помещениях и подвалах находятся домки. Следующее – обратите внимание на, вот на слайде показывали, значит, бесхозные автомобили. Значит, вы прямой контактируете с администрацией, с ГАИ для того, чтобы освобождать дворы от таких бесхозных автомобилей. Это меры, необходимые для того, чтобы обеспечить безопасность жителям в сложное политически обостренное время. Хочу сказать, что за зимний период на управляющей компании более 20 раз было наложено административное наказание. Штрафов мы собрали более полутора миллионов рублей. Рационально расходовать средства призывает глава города Сергей Гриднев. Вместо того, чтобы тратиться на штрафы, лучше потратить деньги на благоустройство. Тем более, напоминает он, с января этого года действует новый закон Московской области о благоустройстве с жесткими штрафами для юридических лиц от 30 до 500 тысяч рублей. 27-28 апреля у нас в городе будет работать опять губернатор вместе со всей своей командой. В том числе и по анализу той дорожной карты, которую мы с ним подписали вместе.